Какой косплей, такие подарки. Кто пишет, вот это я понимаю подарок, из говна и палок. В прямом смысле. Мне кажется, Ануча сам этот мотоцикл сделал. Полезная штука. Новинка, салатомешалка для смешивания оливье в больших количествах. Сколько? 15 тысяч рублей, нифига себе. А, она такая большая, прям как бетономешалка? А может это и есть бетономешалка? Кто пишет, салатомешалка, мешает салат, бригада подсолнечная. Салатомешалка, жрет сервелат. Повар Петрович уже в доску пьян, спать устроился в мешалке. Шашлычник Степа Пуск нажал на салатной скороварке. Салатомешалка, добавь майонез. Салатомешалка, вот и деликатес. Простите, детство вспомнил. Перевозка на грузовике 60-метровой лопасти ветрогенератора. Лопасть весит около 7 тонн. Кто пишет, а если сильный ветер? Быстрее поедет, топливо сэкономит. Капец, как он её перевозит. Она ж точно не габаритная. 67 метров, охренеть. А если тоннель? Шок, на фотографиях с Чернобыльской АЭС замечена огромная собака. А почему бы ей там не быть? Солгал ей, что умею играть в шахматы. Теперь она хочет сыграть со мной онлайн. Как мне научиться играть в шахматы за 30 минут? Кто пишет, нужно, чтобы она ходила белыми? Открой другое шахматное приложение, выбери белых. Повторяй её ходы и отвечай ей тем, как играет компьютер. Это дерьмо слишком просто. Гениально. Синдром 1 января, это когда тебе хочется что-то поделать, где-то погулять, но тебе лень, и ты просто лежишь. Кто пишет, походу у меня каждый выходной такой синдром. Ну, у меня сейчас такой синдром, но это из-за того, что я болею. Шёл третий день новогодних праздников. Ага, ага. А это вообще его куртка, что он её так надел. Какой у тебя талант? Я. 13.00. 13.11. Кто пишет, круто, у меня такой же талант, если картинки местами поменять. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новый выпуск Мимозга. Друзья, а ещё важная информация. Если вы не знали, мы с моей женой Аленой написали свою книгу в жанре фантастика, которая называется «Привет, мир». Книга доступна в электронном виде на Литресе абсолютно бесплатно. Будем рады, если вы зайдёте, скачаете книгу, поддержите нас оценочкой и отзывом. Спасибо большое. Ну и не забывайте, конечно же, прочитать книгу. А теперь поехали. В вашей семье были случаи психических заболеваний? Мой сын потратил деньги на игру, которую он называл бесплатной. Ну да, на бесплатные игры обычно тратят ещё больше, чем на платные. Типа в какой-нибудь Варкрафт, например, просто платишь каждый месяц 500 рублей и спокойненько играешь. А в такие условно-бесплатные игры приходится офигеть сколько донатить. Главное в семейной жизни поддерживать друг друга. Жена говорит, мы не можем уехать на праздники и оставить в квартире такой срач. А ты обнимаешь её и говоришь, мы можем всё. А это кот, который остался дома. Жить в этом сраче. Моя семимесячная дочь попросила у меня на Новый год PlayStation 5. Кто я такой, чтобы рушить мечты семимесячной крохи? Батя года. Это, наверное, вообще было её первое слово. Батя такой ходил вокруг неё семь месяцев и говорил, скажи PS5, скажи PS5. И она такая, PS5. И он такой, всё, хорошо, теперь учимся говорить мама. Мать, классный руководитель пятого класса. Родители на Новый год принесли подарки детям. Я удивился, что подарки какие-то дешёвые. На что мать мне ответила, эти дети уже не верят в Деда Мороза. Дедушка такой, не прощай, так что хрен им они нормальные подарки. Справедливо. Подарок, который сделал Дава своей девушке Бузовой. А мне шампунь подарили. Браслет 4 миллиона 300 рублей. Да это ж просто саморез длинный, закрученный. Кто пишет, 4 ляма за гвоздь, да-да-да. К тому же гнутый. Но больше на саморез похоже, он с резьбой такой что ли. Или дюбель. Как тебе салют? Видало и лучше. 13,7 миллиардов лет назад. Вау. В Екатеринбурге владелец Hyundai Sonata разбил стекло собственному автомобилю, который мешал проехать скорой помощи. Двери заклинило, констатировал автолюбитель. Просто я ее сегодня помыл, видимо из-за этого. Поступил как нормальный мужик. Респект. Ну вообще да, чтобы скорая или пожарная проехала, обязательно нужно освободить им дорогу. Не важно какой ценой, потому что человеческая жизнь все равно важнее, дороже, ценнее. Но вообще он мог попробовать через другую дверь какую-нибудь залезть, например, через пассажирскую. Но видимо он попробовал и не получилось. Короче, мужик красава. Когда сидишь на уроке, сдерживаешь кашель. Кто пишет, когда уже пару раз покашлял и хочешь еще, а на тебя уже косятся. Младший лейтенант. Мальчик молодой. Жаль, что у него беда с башкой. Моя знакомая готовит своему мужу еду на целых 4 недели вперед. Это показывает, насколько она о нем заботится и любит. Кто пишет, но ведь еда портится за несколько дней. По-моему, она собирается его отравить. Но за 4 недели уж точно испортится. Спец предложения от аптек на новогодние праздники. 10 клиентоориентированности из 10. Прямо то, что нужно, идеально. Водичка, мизим. Ну и что-то еще, видимо, от обжорства. Необычный способ уборки снега показал житель США. Молодец, залил каток. Теперь вместо подъезда ледовый трек. Он из огнемета фигачил снег. Щебеночкой бы посыпал или песочком. Или солью. Плейлист, когда одним аккаунтом пользуется вся семья. Маргенштерн, Рамштайн и Смэш. Кто пишет, в смысле вся семья? Это чисто твой. Мой только без Смэша и Маргенштерна. Да не, у меня вполне может быть в плейлисте все три парня этих. И еще много других. Моей подруге приснилось, что она атом углерода в молекуле алкодиена. С одним атомом она была связана двойной связью и любила его взаимно. А с другим один Арной. Он любил только ее. Она чувствовала за это вину. Это самый странный сон их всех, что я слышала. Какой кошмарный сон. Ну, Шелдону бы понравился. Второе января. Мой муж уже сдался. А я еще нет. Ну, вот старый Новый год пройдет, тогда выбросим елку. Ну, либо на майске. Кто бежит, так осыпалась. Кажется, что эта елка еще с прошлого Нового года. Во-во. Не, ну просто есть люди, которые ставят елку там, допустим, сразу 1 декабря. И она у них стоит месяц. И потом еще Новый год. И после Рождества она примерно вот такая. А мы елку просто поставили под самый Новый год уже, там числа 28, я не помню уже. Русские. Блин, у нас денег совсем нет. Тоже русские. Вторые сутки изо всех щелей запускают фейерверки. Зато весело. Ну, я не запускаю, я обычно смотрю. Этот трамвай скоро поедет по улицам Екатеринбурга. За основу взяли современную модель и стилизовали ее под дизайн прошлого века. Кто пишет сидушки, как в старых электричках. Вова, я тоже думаю, как они стилизовали. А, стилизовали под дизайн прошлого века. А, ну да, ну тогда все верно. Леш, у нас дождь, а у вас? У нас тоже. Мы сейчас смотрим на один и тот же дождь. Как будто нас не разделяют сотни километров. А ты о чем думаешь? Я машину вчера помыл. Романтик. Ну, поэтому дождь и пошел. Это закон подлости. Стоит помыть машину, сразу дождь пойдет. Когда вселенная заглючила и люди успели это сфоткать. Кто пишет и после этого еще скажите, что мы не в Матрице живем. А что с котом не так? А, что-то у него много пальцев. У вас во сколько вылет? Восемь утра. И прилет тоже восемь. В смысле, ноль минут лететь? Телепорт что ли? Гении, зачастую становятся отвергнутыми обществом. Да часовые пояса, блин, просто. Новый год проходит. Баланс на моей банковской карте 1 января 2021 года. Ты чего наделал? Да не 1 января, уже 30 декабря. Мама, мой ребенок обязательно вырастет самым умным. Ребенок. Мам, я вырос и считаю, что по многим вопросам ты была не права. Мама, думаешь ты самый умный? Кто пишет? И не ори на мать. Мать тебе в отцы годится. Мать в твоем возрасте была уже мать. Да-да, да мне в твоем возрасте уже 30 лет было. Коньяка, канистра, тазик, оливье, я из дома выйду только в феврале. Оливье и шуба, мясо, торт, вино, в дверь уже не лезу, выхожу в окно. Да не знаю, если в дверь не пройти, в окно я уж точно не пролезу. Дверь-то у меня шире, чем окно. Я за этот праздник стал как винни пух, в кофту не влезаю, от бухла о пух. Видимо от счастья ширится лицо, я из дома выйду только в Рождество. Аргумент. Здравствуйте, это Мегафон, хотели бы узнать ваше мнение о нас. Ответьте, пожалуйста, на три вопроса и помогите нам стать лучше. Это бесплатно. Вопрос один. Насколько вероятно, что вы порекомендуете нас знакомым? Отправив ответ число от 0 до 10, где 10 обязательно порекомендую, 0 точно не порекомендую. 0. Вопрос два. Пожалуйста, расскажите подробнее, почему вы поставили такую оценку? Потому что вы охренели в 9.30 утра 1 января смс слать. События оригинального Doom происходите в 2021-2022 году? Боже, я не хочу умираться. Происходите. Происходят. Рим начинает восстановление Колизея до состояния эпохи гладиаторов. Вот это камбэк. Зачем? Не надо. В Ростове новогодний корпоратив местных полицейских в отделе полиции закончился тем, что из-за шума к ним вызвали полицию. Иронично. Вы арестованы. Нет, вы. Было бы прикольно, если бы их самих вызвали. Свердуловская газета вместо телепрограммы «Россия-1» посоветовала читателям поменьше смотреть Соловьёва. «Россия-1» поставщик не предоставил телепрограмму телеканала «Россия-1», что ж, может это к лучшему поменьше Соловьёва здоровее сон? А говорят, в газетах ничего толкового не пишут. Ну, не знаю, на любителей это всё. Я вот не смотрю такое. Неинтересно. И премия отца года достаётся. Сидят двое моих сыновей с другом, 11 лет, 9 и другу 12. Едят торт после новогодней и ведут беседу. Смысл беседы в том, что они слышали, что ввели какой-то закон, и сейчас в России ребёнка, достигшего 4-летнего возраста, нельзя отвезти и сдать в детдом. Его там типа не примут. То есть можно не бояться угроз со стороны родителей о сдаче в детдом. Я лежу рядом на диване, всё слышу и говорю им, что можно просто сильно побить ребёнка. Тогда придёт ювенальная юстиция, лишит родителей их прав, а ребёнка заберёт в детдом. Задумчиво замолчали. Переиграл и уничтожил. Рогозин заявил, что в 2028 году российские космонавты высадятся на Луне. Видимо, это те, которые в 2019-м высадились на Марсе и теперь на обратном пути просто заскочат на пару дней на Луну, чтобы два раза не летать. Эм, я до 4-х бухой буду. Утро или вечера? Числа. А, до 4-го. Ха, это же я. Такса по имени Му. Хороший мальчик и немножко коровка. Ну, хоть не Муму. Согласен с комментатором. Людям, которые родились в 2000-м году, исполняется в этом году 7 лет. 21 вообще-то. Так, стоп. Сколько лет я спал? Иногда для счастья не хватает лишь одной маленькой детали. Много денег. И на этой прекрасной мысли, друзья, предлагаю вам придумать прикольную подпись от КД-картинки и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. А вы не забывайте заценить нашу книгу, которая называется «Привет, мир» по ссылке в описании. Книга абсолютно бесплатна. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»